Чё ты там притащил в рюкзаке? Мы за месяц потратили 900 злотых лидля, и за это выдался купон. Как я справляюсь с брекетами? Ну, в двух словах, очень плохо. Я могу только пить и творожочек какой-нибудь мягкий. Даже не творожок, а йогурт. Когда стоят брекеты, немного шевелятся зубы. Они тянут очень сильно. Я собираюсь готовить творожную запеканку. Рецепт делаю такой, как написано, вот здесь, на упаковке. Мы тут такой провернули, ребята. Карты международного страхования здоровья по всей Европе, по Евросоюзу. Мы куда-то поедем. А мы куда-то поедем. И у нас будет вот такая приятная. Европейская карта обеспечения здоровья. Осталось поехать. Карта будет дополнительная. Всё упирается всегда в неё. Ну, чё там у тебя в рюкзаке? Наша любимая рубрика, чё ты там притащил в рюкзаке? Не, покороче, чё у тебя там? Короче, впервые взяли вот этот сырниковый. Творог. Чтобы что? Ну, чтобы сделать сырник. Логично. Чтобы его любимая жена сделала сырник. Поправьте, Александр. Мне даже интересно, как он выглядит. Ну, не будем открывать. Нет, конечно, не будем. Да я такой рецепт нашла, какой-то быстрый. Ну, я, наверное, снимать даже не буду. Но я сниму сам момент уже, когда он будет такой красивый, румяненький. Как мы будем его есть. Дальше. Ещё такой сырник. Ну, это мы купили три штуки, потому что они были на акции. Типа два по цене одного. Два, три. Ой, не так, два плюс один. Да, три по цене двух. Да, вот так. Ты не так сказала. Потому что всё-таки брекеты не дают нормально есть. Ну, я не снимала, не рассказывала, как вообще всё было. Но, наверное, надо будет подробнее как-то рассказать, как я справляюсь с брекетами. Ну, в двух словах, очень плохо. И дальше. Шуга. Ну, намного. Кстати, я не помню, сколько он стоил раньше, но сейчас он стоит 6 золотых. Мне кажется, он стоил дешевле. Конечно. Что-то как-то дороговато. Ну, до пяти точно стоит. Обидно, достаточно, но ладно. Дальше. Вот эту штуку я пока не пробовал, но Оле понравилось. Я её ела, она оказалась очень вкусной. Это, короче, форель. Такого горячего... Не, горячего копчения, да. Ребята, это супер находка. И кто такое любит, то я бы посоветовала. Мы ели такую скумбрию, по-моему. Да. Скумбрия вкусная, но форель в миллиард раз. Он такой жирный. Маслица. Обычная. Не оселка. Ну да. Набор хумусов. Когда-нибудь мы всё-таки свой сделаем. Ну да. Это, наверное, не очень выгодно покупать. Он тоже очень подорожал. Вообще 6 золотых. Мне кажется, он раньше 4 стоил. Когда мы приехали, вообще там 3, может... Меньше. Ну да, 3,5 типа. Чего-то так громко пьёт. Алкаш. Так. Старочка, троечка яблок. У нас ещё старый. Ну да, но я ем. Ну только я. Ну да. У меня брекеты, ребят. Я могу только пить и творожочек какой-нибудь мягкий. Даже не творожок, а йогурт. Ну лук. Лук обыкновенный. Мы... Ну всем нужен лук. Хлеб обыкновенный. Хлеб обыкновенный. Вот, кстати, Саше этот хлеб нравится он всё время. Вот этот самый вкусный из всех, что мы пробовали. Ну не сравнивает в пекарне. Ну и иногда в пекарнях тоже не ест. Да мы мало ели в пекарне. Ну мало? Ну. Вкусные приправы. Ну точнее травы. Да, вот такие очень вкусные вообще. Вот это Токаний или как они называются? Токаний. Вообще мне очень нравится фирма. Там такие классные приправы делают. 57% помидоровых таких хлопьев. Угу. Соль, базилик, чеснок, орегано, лук, петрушку. Мне жалко, что так мало грамм. Сколько там? Десять? Двадцать пять. Ну мало. Она у нас уходит, эта приправа всегда очень быстро. Я её везде добавляю. Морковка обыкновенная. Морковка обыкновенная. Морковка обыкновенная. Ну, собственно говоря, такая морковка. Как Саш сказал, обыкновенная. Ну, вы-то чай взяли. У нас закончился чай, и поэтому мы взяли такой вот обычный. В Лидлин так себе выбор чаёв конечно, но слабовато. Надо будет ехать за чаем. Саш. Да. И всё? Угу. Нет, давай. А всё это мы провернули, вот это вот всё мы купили. Нам надо было набрать сто злотых. Да. Чтобы получить скидку. Десять злотых! Мы за месяц потратили девятьсот злотых в Лидли. Угу. И за это выдался купон на десять злотых. От ста потраченных. Ну, мы потратили больше. Ну, как обычно. Не, реально цены подорожали. Даже, вот мы говорим, на хумус, на сахар. Но на морковку, наверное, нет. На лук, что я не помню. Морковка была три злотых. А-а-а. А сейчас уже, как вы понимаете. Ну, мы купили её на скидке, но она уже четыре с чем-то. Ну, короче, цены поднялись. Даже любимые, да. Самые вкусные печатут. Пудлишки, ребят. И майонез-пудлишки. Да. Нам нравятся и майонез-пудлишки, классные. Да, очень. Ну, как-то. Как-то так. Плюс. Еще в Лидле сегодня был последний день акции. Тоже два плюс один. И с четверга новая акция уже такая. Поэтому третья бесплатная. Ребят, оказался такой вкусный помидоровый вот этот сок. Скажи, что я вообще не люблю помидоровый сок. Просто я никогда его не пила. Ну, я люблю. А ты всегда отказываешься. А тут. А именно вот этот с... Написано вот с добавлением соли. Это нереально вкусно. Да не всегда. Не, не всегда. Но я без соли это никогда не покупал. Потому что это невкусно. Ну, короче, и еще из того, что я в брекетах, я могу, ну, как я уже говорила, только пить. И я вот на этот сок прям подсела. Потому что он очень такой сытный. Потому что я все время голодная. Потому что я все время голодная. А сок попью, и мне уже легче на душе. И в желудке тоже. Ну, вот еще мы решили взять такое мясо из куриной грудки. Максимально мягкое. Чтобы было возможность съесть это в брекетах. Потому что сегодня первый день, ребята. Как я начала, ну, не грызть, а так вот чуть-чуть так вот разжевать. Я сегодня вот маленькие-маленькие кусочки мяса оторвала. Ну, вот такие вот слайсы, вот как тут. Оторвала. И вот так вот чуть-чуть, вот так прям по кусочечку так вот пыталась жевать. И это такой кайф. Дальше. Поэтому, собственно говоря, и купили. Такое мясо. Ну, мы его все время берем. Оно... Не, оно не подоржало, но оно уже подоржало давным-давно. Да. А, ну, такой небольшой спойлер. Какой? Но без лишних слов просто. Ой. Ой-ой-ой. Куда это Сашка купить? Потом подробности. Угу. Да, это надо отдельное видео, все подробнее рассказать. Там сложно и интересно. Ребята, расскажу вам про свои брекеты. Я не снимала, если честно, у меня не было настроения. Это хуже, чем удалять восьмерки. Удалять шестерку, это просто... Ну, мне сказали, первая неделя будет плохо. Все как-то по-разному рассказывали. Кому там на третий день уже было хорошо. Но мне в первый день было идеально. Я такая подумала, ой, если в первый день так круто, то и все остальные дни будут вообще шикарно проходить. Но на второй день я поняла, что это просто треш. И я не знаю, как описать вот эти эмоции. Даже не эмоции, а вот эти ощущения, когда стоят брекеты. Немного шевелятся зубы. Ну, то есть я не могу сказать, что они... Ну, шатаются, будет грубо говоря. Ну, типа шатаются, и ты сразу думаешь, ну что, зубы выпадают. Но они вот так вот двигаются. Потом они тянут очень сильно. Я так понимаю, понятно, что они становятся на какое-то другое место. Из того, что они вот двигаются и тянут, очень... Вообще невозможно ничего кусать. До них невозможно даже дотронуться. Они болят. Ну, короче, когда ничего не делаешь, они не болят. А как только начинаешь... У меня даже такое было, если я... У меня зуб на зуб становился. Это так было больно. Сейчас уже сколько прошло? Пять дней. Вот на пятый день уже чуть-чуть полегче. Ну, вот мизер прям. Но я... Вчера вообще, скажи, Саша, так расстроилась. Да. Вчера у меня и слезы были, и уже и паник. Я же хотела все снять. К чертям вообще. Мне все три раза. Потому что я подумала, что все, я теперь не смогу, блин, есть два с половиной года. Это всем неделю, а мне два с половиной года вот это вот будет терпеть. Но в итоге все оказалось... Сегодня уже стало полегче. Я уже такая, знаете, окрепла духом. Поэтому... Ну, так в двух словах, наверное... Ну, что еще сказать? Ну, и все. Ем я вот это. Вот, ребята, вот эти вот. Ем. Делаем пюрешки. Саша, кстати, соблюдает со мной диету. Кстати, я посмотрела, насколько я похудела. Мне показалось, что я похудела. Я встала. Знаете, сколько я похудела? Триста грамм. Триста грамм я скинула всего лишь. А я думала, я похудела. Наверное, потому что соки всякие пью, йогурты всякие ем. Они же, наверное, сахара много калорийное. Триста грамм. Я думала, все, это уже худая, скелет. Но я так хотела думать, ребята, но нет. Ну, как-то так. Судя по этим продуктам, вы понимаете, что я собираюсь готовить творожную запеканку. В Польше продается вот такой уже натертый творог. Ну, то есть такой мягкий, воздушный. Я добавила яйцо. Я, в принципе, рецепт делаю такой вот, как написано вот здесь вот на упаковке. Только я вместо муки добавлю манку, манную кашу. Я посмотрела, что так тоже многие делают. А все остальное вот как тут в рецепте, если кому-то интересно. Ну, я думаю, все знают рецепты творожных запеканок. Самое главное и вкуснее всего, это чтобы творог был, знаете, таким мягким и воздушным, перетертым. Тут я уже добавила 3 яйца, хотя в рецепте написано 6. Но у меня нет уже яйца, у меня только 3. Поэтому я добавила 3. Творог. Вот видите, он такой вот прям мягкий, вкусный, перетертый. Он 6%. Вообще класс. Будет такой, типа, чизкейк. Вот творог прям вообще воздушнейший. Поэтому я сейчас буду это мешать. Добавлю сахар. Ну и вообще все-все-все добавлю. И нужно подождать, пока манная каша в твороге набухнет. И как она только набухнет, тогда можно перекладывать форму. Добавляю 1 ложку вот этого порошка. Хоп. Я так понимаю, что в этом порошке разрыхлитель, сода. И, ну, поэтому называется для выпекания такой вот. Хорошо. А сейчас добавляю 170 грамм сахара. Все это дело у меня происходит под танцы. И, смотрите, я уже добавила манку. Хотя в рецепте нужен крахмал картофельный. Но мы заменили, потому что я подумала, у меня стоит манка. Она уже очень давно. Почему бы и нет? И там в рецепте нужен был такой сахар. Пудра. Сахарная пудра. Я добавила обычный сахар. Растает 180 градусов за... Кстати, в рецепте написано оставим на 180 градусов на 80-90 минут. Я так и сделаю, как в рецепте. И я думаю, что за 80-90 минут там растает все. Вот. Сейчас все размешиваю. Размешиваю манку. Хочу, чтобы она набухла, как я уже говорила. Ставлю где-то на минут 10-15, чтобы все там бухло. И потом вливаю в формочку. Я уже поставила в духовку и наверх добавила сливочное масло на кусочки. И поставила 180 градусов наверх-низ. Ну вот, наконец-то прожило 2 часа. И она готова. Она уже немного опустилась. Ну такая, знаете, мягкая, упругенькая, очень горячая. Такая была пухленькая. Но она уже постояла и опустилась. Но выглядит супер аппетитно. Хочу вот кусочек отрвать. М-м-м-м. Это очень вкусно. Особенно верхушка. Класс. Мы тут такой провернули, ребята. Сами не знаем, как это возможно. Но об этом всем ты узнал? Да, я узнал. Мы получили вот такие конвертики с надписью NFZ. И здесь. И здесь. Доказательства. И здесь. Вообще. Абсолютно бесплатно получены карты международного страхования здоровья по всей Европе, по Евросоюзу. То есть нам не нужно, если мы куда-то будем ехать, если у кого-то там нету визы. Нету страховки именно шенгенской. То вот обычное МФЗ, то что мы платим, можно получить вот эту карту. Я так понял, что с ней можно типа вызвать скорую, обратиться куда-то к врачу в Евросоюзе. Но это не будет стоить, как иностранцы. Ну, подробности я не знаю, надеюсь, мы не узнаем, не придется пользоваться. Но в любом случае лучше иметь такую карту, вообще лучше иметь страховку. Даже если вы едете на пару дней, ребят, может быть. Всякое. Ну да, всякое. Но обычно, когда мы ездили, у нас же была там виза, мы делаем страховку. Да, пока мы ездили, у нас всегда была годовая шенгенская страховка. А ты можешь раскрыть, может, где раскрывали? Да, сейчас я хочу сначала показать, где это добыть можно. Давай. Ну, все, я думаю, в курсе, что есть такой сайт пациенты.gov.pl. Туда можно залогиниться при помощи своего профиля Зауфанова. И дальше в закладке «Мое конто» можно, ну, как бы, отправить внесок. Там даже ничего не нужно заполнять особо, он автоматически все данные берет из профиля и просто отправляет запрос куда-то там, в NFZ. И буквально на следующий день нам пришло письмо, что принято к рассмотрению, и через пару дней конверты были уже на почте. Сейчас посмотрим, что там внутри. Давай, открывай. Ну и, ребят, если мы знаем какой-то полезный шмот, мы всегда делимся. Как бы можно, я еще могу прикрепить суп. Прикрепить. Как я говорила, уже кого-то. Да. Нет, страховки. Здесь личные данные, а здесь просто информация. Оля такая же. Прикольно. Точно такая же. Вообще пришла прям буквально за пару дней. От момента подачи до получения 3-4 дня рабочих прошло. Блин, отправляешь письмо из одного города в другое, просто письмо. И даже если... А, ну просто письмо, а не заказное. Да, да. И то он, блин, неделю шел. А это вообще мы не заплатили ни гроша. Они вот взяли, так и удали. Да, и просто вот с NFZ по всему Евросоюзу, пожалуйста, пользуйся страховкой. Короче, теперь мы когда будем ездить, будем спокойны. Да, надо брать с собой. Осталось карту... Осталось поехать. Карту будет заполучить. Все упирается всегда в нее. Ну нет, мы совершенно забыли отметить. Ну мы даже не забыли, мы только сейчас сами увидели. Сейчас мы сравнили наши карточки. У Саши... И поняли, что как бы дата действия отличается. У меня она 3 года от момента рассмотрения заявки. А у Олиф, получается, она всего полгода. Мы думаем, что... Мы даже не успеем съесть. С работой. Ну, наверное, что я на МОВ-взлицении. Со мной часто подписывают новую у МОВ-взлицении. И, может быть, поэтому... Ну, ладно, если когда тут поедем, то два дня и нужно новую. Может, еще одну потом... Ну, просто оно бесплатное можно делать, сколько угодно. Да. Такие дела. Ну, учтите, вот такой момент. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok